Добрый день дорогие друзья, рад вас приветствовать на моем канале и мы начинаем прохождение нового симулятора, симулятора ранчо. На самом деле немножко напоминает династию фермеров, но тем не менее это совсем другая игра и у нее есть свои фишки, скажем так. Начнем с того, что мы настроим с вами нашего персонажа. Вот такой у нас симпатичный парень. Мы можем выбрать женщину, можем выбрать мужчину. Ну, будем играть, естественно, мужчиной. Давайте что-нибудь с волосами мы сделаем. Вот бородку, вот это вот, все вот этот страх я хочу убрать. Такие гусарские усы. А можно все-таки оставить? Так, вот такой гусар у нас будет. Так, брови. Брови. Да, по сути без разницы. Так, рот, челюсть, тело. Давайте тело посмотрим. Возраст мы можем типа старичка, но мы будем более-менее молодые. Мышечные массы накаченные, мускулистые будем, да? Или нет, худенькие. Будем худенькие. Худощавого телосложения. Так, одежда. Футболка. Пускай будет беленького цвета. Пиджачок. О, такой фраер. Класс, мне нравится. Так, сохранить. Такой городской, городской мужик приехал, Петрович. Вы уверены? Да. Я уверен. Вот такой вот у нас городской мужик Петрович. Приехал с города на ферму к своему деду. Поехали. Ну и вот, собственно, мы в игре. Можем сделать вид от первого лица. Как это? Вот. Блин, ну было же ж. И играть таким образом. Картинка, я бы не сказал бы, что сильно вау, но, в принципе, играть можно. В чем она заключается, в принципе, игра? Игра заключается в том, что нам досталось ранчо от деда. Где-то мы это уже слышали и видели, да? И будем ее потихонечку восстанавливать. Вначале у нас есть обучалка. Давайте мы ее пройдем. Ну и, собственно, поймем, что нам тут делать вообще. Читаем. Привет. Если ты читаешь это письмо, значит, согласился выполнить мою последнюю волю. И приехал на нашей семье на ранчо. Оно в плачевном состоянии, потому что у меня не было времени и возможности с этим справиться. Заходи в дом, я оставил на чердаке кое-что, что поможет тебе освоиться. Вот. На чердаке. Сейчас пойдем на чердак. У нас появилось следующее задание. Осмотреть первый этаж дома. И вот, собственно, ранчо, да? А палатку еще надо. Палатки мы можем с вами сохранять в игру и также спать. А что это такое? Тачка какая-то. Давайте сохранимся. Так. И пойдем с вами в дом. Но дом просто жесть, я бы сказал бы. Просто жесть. В плачевном состоянии. Мне кажется, тут уже только сносить. Открываем дверь. У нас тут не лучше везде. Тут все. Полный бардак. Так сказать. Включаем радио. И пошли дальше. И музыка тут тоже такая своеобразная, я бы сказал бы. Убрать старый матрас и найти сундук наверху. Но он говорил, что на чердаке, поэтому мы отправляемся с вами наверх. Разрушение. Через тап мы можем вызвать колесико меню. И, собственно, здесь выбрать взаимодействие, разрушение, оружие и так далее. Выбираем. Разрушение. Разрушаем матрас. И ищем сундук. Опаньки. Револьвер. С патронами. И деньги. И записка, я так понимаю, от деда. Возьми этот револьвер. В лесу много диких животных, которые могут доставить себе неприятности. У меня остались деньги и боеприпасы. Еще одно. Тебе понадобится машина. В гараже у ворот на ранчо стоит стабильник. Старый, короче, какой-то драндулет. Тебе нужно будет найти недостающие части, чтобы починить его. Удачи. Отлично. У нас еще и драндулет будет свой. Супер. По заданию, значит. Первые шаги. Принести части автомобиля к кузову. Колеса, сидения, короче, и так далее, и так далее. Окей, идем. Идем. Надо выключить его, блин. Разве это долбаный. Идем собирать запчасти. Вот, вижу колесо. Ну, такое колесо прикольное. Бежим, бежим. Открываем дверь. Где драндулет? Вот драндулет. Вот такой вот у нас драндулетик будет. Давайте устанавливать первую запчасть. У нас тут есть рядом еще одно колесо. Сейчас мы его поставим. Так. Кенгурятник. Хорошо. Что там у нас еще? Еще что-то в сарае вон я вижу. А, сиденье вон валяется. И вот сиденье. Хорошо. Несем сиденье. Так. И второе. Все мы там собрали? Нет, еще не все. Топливный бак и колеса. Топливный бак нашли. Слушайте, а прицепом-то, наверное, этим прицепом как-то пользоваться можно? Будет, наверное. Скорее всего. Не зря он тут стоит. Как намек какой-то прям. Игруха на самом деле находится в раннем доступе сейчас. Поэтому контент будет добавляться потиху. У разрабов есть целый план по добавлению контента. И он аж до самого августа месяца. Поэтому потихонечку будут насыщать игру контентом. Но пока что есть, то есть. Так. Одно колесо у нас осталось. Вот у нас колесико. И, собственно, мы собрали с вами автомобиль. На котором будем передвигаться по данному городишке. Вот такая у нас небольшенькая карта. Заправка, автомагазин, магазин и строительный магазин. Я думаю, мы с вами посмотрим все эти магазины. Заедем в каждый. Канистра. Канистра, канистра. Мы ставим с собой. Забираем. И следующее у нас задание это добраться до автозаправки. Ну что, поехали. В технике у нас есть топливо. Которое, естественно, будет заканчиваться. И нам надо будет заправлять нашу технику. Хорошо, погнали. Погнали в автомагазин. В принципе, тут все рядом. Доедем мы с вами быстро. И вот у нас автозаправка. Ну такая, скажем себе, заправочка. Ну, сельская. Сельская заправочка. Туда вход закрыт. У нас там ничего нету. Пусто. Ну, давайте заправляться. Снимаем с вами пистолет. Вставляем в бак. И, собственно, пошла заправка автомобиля. И у нас списываются денежки. За то, что мы заправляемся. Помимо нам еще нужно заполнить канистру топливом. Так. Теперь сюда. И заправляем канистру. Все, топливо у нас на ранчо теперь есть. И я думаю, что на ближайшее время нам хватит. Ну, сколько там? Все. А сколько в канистру мы заправили? Ай, блин, скинулось. Ладно. Кладем пистолет назад. Закидываем канистру. И погнали дальше. Дальше у нас посидеть автомагазин. Поехали. Потихонечку поехали в автомагазин. Ну, тут вообще близко. 200 метров. Вау. Вот у нас автомагазин. Хорошо. Что-то как-то потемнело. Вроде бы 2 часа дня. Очень темно. Так, заходим. Здрасте. Здрасте. О, пластинку забрали какую-то. Телевизор даже у них тут. Нифига себе. А это типа реклама, я так понимаю, будущего контента, который они планируют. Новые машины. Прикольно. Ладно. Здрасте. У нас задание появилось купить радио для нашей машины. Добро пожаловать. Здесь вы можете купить машину или модернизировать ее. Для всех наших новых клиентов мы устанавливаем радио в их ТРТТ всего за 10 долларов. Просто заезжайте в гараж за этим зданием и установите радио. Нам предлагают радио поставить в наш агрегат. А в чем разница между машинами? Все автомобили различаются техническими характеристиками. А также вместимостью. Смотрите компьютер для подробной информации. Ну давайте посмотрим компьютер. Компьютер. Смотрим, что у нас тут есть. Это, собственно, наш автомобиль, который мы имеем с вами. 200 баксов он стоит новый. И смотрите, вместимость две свинки. Это свинками мерится грузоподъемность, да? Я понял. Идем дальше. Пикап. А мы можем как-то повернуть? Не можем. В пикап мы можем засунуть аж две свинки или в свинку и корову. В пикап. В свинку и корову. Ну ладно. 1400 стоит. Квадроцикл. Понятно, что ничего. Есть вот такой вот пикап еще. О, вот это уже тема. Фургон. Либо четыре свини, либо четыре коровы. Вот как-то так. Жигули. Шестерка. 550. Блин, надо купить. Надо купить данный автомобиль. Единственное, что мы ничего не сможем перевозить на нем. Но я думаю, что мы купим. Недорожник какой-то тоже крутой. Ну и, собственно, и все. Пока больше автомобилей нет. Хорошо. А, это вот этот внедорожник, да? Прикольно. Смотрите. Шестерка. Прикольно. Это вот эта шестерка, наверное, то, что продается. Едем на модернизацию, скажем так, нашего драндулета. И вот у нас гараж. Заезжаем. Предлагаю поменять цвет. Какой тут? Давайте красненький выберем. Дополнительно радио. Радио. Нам же радио надо было. Приобрести. Улучшить. Спасибо за покупку. Шестьдесят баксов нас списали. Выход. Посетите магазин. Следующее задание. Нам необходимо посетить магазин. И у нас появилась новая функция в нашем автомобиле. Это радио. Давайте послушаем. Олень. Где оружие? Оружие, оружие, оружие. Блин, не перезарядил. Он сейчас убежит. Ну, давай быстрее. Вот так вот. С одного выстрела завалил. Прикольно. Да, есть охота тут. Теперь как нам его разделать? Мяско. Четыре мяско. Отлично. Где наш драндулет? Какая удача. Какая удача. Поехали. Помимо оленей, тут еще есть медведи. Насколько я знаю. Но, правда, я еще ни разу не видел его. Закидываем мяско. В ближайшее время в игре должен появиться такой контент, как приготовление пищи. И, соответственно, потом мы можем там продавать. Как-то там жарить мясо. Еще там что-то с ним делать. Буквально в апреле они вот обещали этот контент залить. Ну что, едем с вами дальше. Едем в магазин. Нам надо поговорить с продавцом. Есть у нас... О, блин, свет какой-то. Но у нас туман, туман. 160 метров. Хорошо. Вот и наш магазинчик. Заезжаем. И давайте смотреть, что у нас там продается. Что мы можем купить. Режим работы с 8 до 9. Тут ничего нельзя. Стеллажи пустые. О, еще одна пластинка. Добро пожаловать. Чтобы совершить покупку, воспользуйтесь терминалом в соседней комнате. Купленные предметы появятся слева от меня. Скотт будет снаружи. Для получения дополнительной информации о животноводстве посмотрите глоссарий. Чтобы продать предметы, поместите их в обувь слева от меня и подтвердите продажу. А по заданию нам необходимо приобрести топор, лом, молоток, корзина для яиц и две курицы. Окей. Покупаем. Бамс, бамс, две курицы. Инструменты. Лом, топор, молоток, корзина для курицы. Что у нас здесь еще есть? Вот смотрите, тесак у нас есть, но он еще недоступен. Но я так понимаю, это в дальнейших обновлениях будет какая-то корзина. Бидон доступен для молока, но у нас пока коров нету. Ящик. Непонятно для чего он нужен. Еще один ящик. Патроны. 24 патрона, 40 долларов стоит. Так, лопата. Ведра какие-то стальные. Овоскоп. Ничего себе. Это ж, как это, оплодотворенность яиц определять. Прикольно. А нам надо такая штука? Ну, нам пока не говорили, ладно. Ноутбук, грабли, тачка. Я так понимаю, что все эти вещи потом в дальнейшем для чего-то нам понадобятся. Но пока они, конечно, недоступны. По идее, мы купили все, что хотели. Давайте сейчас забирать будем наши вещи. Так, лом. Корзинка. И, в принципе, мы можем продать сейчас с вами мясо. Нафига оно нам, правильно? Можем как-то так перекинуть? Сколько, интересно, один кусок мяса стоит? Что-то не перепрыгивает. Да что за музыка там играет? Жесть. Второй кусок и еще один кусочек. Так. И продажа тоже у нас с помощью терминала, по-моему. Продать. На один кусок 35 баксов. Слушайте, охота выгодная фигня. 105 мы получим. Продать. Хорошо. Ну, все, наверное. Осталось нам куриц забрать. Смотрите, как это смотрит и видит. Блин, темно. Надо ехать уже домой. Сейчас куриц погрузим и попрем. Так. Слушайте, а курицам надо было ж, наверное, это... Еды, может, какую купить? Купить. Еда, вода. Бак с водой. Мешок пшеницы. Давайте мешок пшеницы один возьмем. На всякий, так сказать, пожарный. Мало ли. Забираем мешочек. Главное, чтобы... Блин, вообще ничего не видно. Чтоб у нас все это поместилось. И вторую курицу забираем. И корзинку ж надо еще. Все. Загрузились. Включаем с вами фары. Заводим драндулет. И, собственно, отправляемся назад на ранчо. Поехали. Во. Едем. Может, олень какой-то выбежит еще. Ай-яй-яй-яй-яй. Что-то мы разогнали сильно. Ну, и мы благополучно добрались до нашего ранчо. Если это можно назвать так. До наших развалин добрались, да? Так, курица поднята. Давайте ее. Чик, иди гуляй. Все, ты дома. Привыкай к дому. Хорошо. Найти мешок с зерном. А, так у нас все-таки было зерно дома. Ладно. Ну, будет запасное. Ничего страшного. Ничего страшного. Все равно куры, я думаю, сожрут его в ближайшие пару дней. Сбираем второй. Высыпать еду на точку. Так, корзинка. Наша корзинка. Так, где точка? Вот сюда надо, да? Окей. Усыпаем. Найти ведро и бочку. Все-таки бак с водой у нас был, поэтому мы правильно сделали, что не поспешили, не купили. Вот, да. Точно такой же там продавал. А вот ведро, кстати. С помощью ведра будем куриц, что ли, парить? А куда поставить? Наверное, сюда куда-нибудь и поставим, да? Рядышком. Бах. Сейчас нальем курочкам водички. Так. Да, время позднее. 22.41 у нас уже. А, так вот, установить. А, все, я понял. В ведро, типа, мы накачиваем воду, да? С этого. Ну, короче, вы поняли, да? Дальше нам необходимо найти газонокосилку и покосить траву. Ну, я думаю, что ночью мы с вами косить точно не будем. Ну, что, друзья, вот такая вот у нас первая серия получилась. Надеюсь, данная серия вам понравилась. Ставьте лайки, пишите комментарии. И увидимся в следующей серии. Всем пока! Субтитры сделал DimaTorzok